Ясас, меня зовут Кона, сегодня пробуем Маэстро Бурья. В общем, шасси я буду умываться, все такое, потом пойдем. Кстати, ребятки, так как это у нас не просто пойти в Макдонард, купить Маэстро Букер и все, это у нас влог, такой флог с кожаной. Мне нужно купить еще худи, купить еще штаны, поэтому сделаем это с вами вместе. Сегодня мы с тобой идем в другой город, конечно, все, вот эта вот суматока с ковидом, омикрона у нас пока нет, меня не радует, но будем осторожны. С маской, со всем этим, все будет нормально. Я не успеваю на 11 часов, к сожалению, сейчас половина, потому что сейчас я не буду посрать. И, в общем, увидимся позже. Такс. Мне понадобится рюкзак. Ну уж, не тебе. Это штатив. И, в принципе, все. Еще зарядка, кстати говоря. В общем, вот так вот. Знаете, что я хочу сделать? Просто посмотрите, какой я красавчик. Ладно, хватит. В общем, ну, реально, посмотрите. Посмотрите, как я был до этого. Просто какой-то чму. А сейчас какой крутой, да? Да, ладно, все, хватит. Ребятки, погнали. В общем, я взял много разного худи и шуттаны, но показать я забыл. Поэтому дома все покажу. В общем, я взял один вот такой вот худи. Желтенькая, хорошая. И вот такие штаны. Блин, не видно нормально, кстати. Вот, луи виттон. Не видно нормально, но они черные. Они какие-то, ну, темно-темно-синие. Вот, да. Темно-серые какие-то. В общем, вот второй мой люк. Это вот такие штанички. Кстати, я не стараю брать, конечно, ничего не съели. Что-то другое, потому что мне не нравится. Как бы мне, я люблю свободную одежду. И, знаете, зеленые худи мне нравятся больше. Однозначно, потому что у них материал много другой. Они прям тянутся. Но они более холодные. Прям в холодную зиму скупья, скурки вообще невозможно обузить. А штанички, они более светлые. Поэтому они мне больше и нравятся. Понимаете, чем я? Поэтому подписывайтесь на канал. Поставьте лайк. Пока мы продолжим, продолжаем. Я заказал Маэстро Классик. Очень крутой бургер. Это Маэстро. Я не знаю, почему Макдональдс в последнее время начал называть свое сигнатиру меню Маэстро меню. А это типа одно и то же, как бы. Сейчас, конечно, много людей. Моя бакула съели здесь совершенно нормально, потому что очень много людей. Я надеюсь, что скоро приготовится. Будем ждать. Обошлось, кстати, дорого. Намного дороже, чем обычные бургеры. Дали маленький, средний и большой комбо. Я заказал средний, а у меня обошлось в 500 рублей. В 500 рублей в Макдональдсе. Просто охренеть. Заказ теряется очень долго. Уже прошло минут 15, наверное. Такие все меня, сегодня я больше не в служите. Меня обслужили за... 2 минуты. Наконец-то заказ пришел. Немного на двухаконном режиме. Здесь у нас картошка. Одна. Здесь у нас одна картошка. Здесь у нас напиток. Обычная кула и Маэстро бургер вместе. Вот. Этот бургер, он вообще охренет. Он очень, очень плохо собран. Очень плохо. Как мне его взять? В общем, просто посмотрите на этого красавца. Здесь внутри нас бекон. Есть сыр, салат, помидоры. Огроменная котлета для Макдональдса. Просто очень большой. И кунжутная глянцевая булочка. С кетчупом, кстати говоря. Знаете, я всегда мечтал попробовать его чумене. Но он очень, очень сильно разваливается. Но вот собрано с ребятами минус, конечно. Но давайте попробуем. 500 рублей я это стою, я не помню. Помидор я даже не почувствовал. Он где-то... Блин. Очень срочно его брать. Он очень большой. Кукур вкусный, но здесь есть барбеку соус, который мне не очень нравится. И он просто перебивает абсолютно все. Здесь есть помидорки, они свежие. Салат не чувствуется. Сыр тоже. А котлета, она вкусная. Но барбеку перебивает просто весь вкус всего. Просто всего. Ну, все, посмотрите. Этому бургеру я поставлю, наверное, семерочку. Потому что я барбекю не люблю. Блин, почему я взял это? Ну, ладно. Улочка. Улочка. Улочка очень вкусная. С кунжутом. Файнер кунжутом. Здесь у нас белый. И черный кунжут. Но котлета, честно говоря, так себе. Кепси мне не нравится больше. Котлета вкусная, но, блин. Барбеку перебивает абсолютно все. И знаете, неаккуратно очень сильно чувствуется. Просто посмотрите на это. Что это такое? Что это нахрен такое? Почему так неаккуратно? Еще один большой минус назад. У меня положили всего две салфетки. Почему? Курно обычное. Макдональдс, конечно, всегда мне нравится своим дизайном. Дизайн, ребят, просто топ. Просто топ. Здесь здесь дизайн, ребята. Все в крутом дизайне абсолютно. И это, конечно, круто. Это очень круто, потому что... У КФС никакого дизайна абсолютно нет. Почему? Ну, я не понимаю вообще. Ну, вот, знаете, я хочу сказать одно. Барбеку соус. Я пробовал вкусный барбеку соус. Потому что не все барбеку соусы плохие. Но вот Макдональдсовский барбеку соус мне вообще не понравилось. Он просто противник какой-то. Здесь три салфетки. Три. Сам бургер, конечно, топчик. Но булочка за булочки зачет. За мясо, конечно же. Ну, сыр вообще не чувствуется. В этом бургере. Помидорчик холодный. И мне все эти понравились. Это чувство. И сперва ешь что-то горячее. А потом уже салфетки холодный помидор. И в целом барбеку соус, конечно, подпортит впечатление. Ну, да ладно. Просто я думаю, что тебе будет хорошей барбеку. Я пробовал хорошую барбеку, у которой нет такой вода. Какой-то резкий запах. Пикон, кстати, вообще не чувствуется. Что еще хочу отметить по поводу этого бургера. Котлета, она вкусная, но сухая. Даже для меня. Потому что я не люблю котлетов, которые там чуть-чуть красные с кровью. Или что-то, такой стейк с кровью не люблю. Но, естественно, вель дан, прямо вель дан. И она прям суховатая. Даже для меня слишком сухая. Поэтому, что я могу сказать. Пятьсот рублей, конечно, не стоит. Но попробовать этого стоит, ребят, и сто процентов. Потому что бургер очень крутой. Котлета так себе. А если вам нравится барбеку соус, это вообще бомба. Ну, я лучше советую просто другой бургер, потому что барбекю прям перебивает все в этом мастер-бургере. Если хотите, чтобы я попробовал другие два бургера, ставьте лайк, ребятки, обязательно. В общем, ребята, снова в ночнушке, но уже вечером. Я очень устал, я забыл записать уже концовку. В общем, бургер мне понравился, но у меня офигеть какая изжога из-за острых крыльевшек и из-за острого кейфси, так скажем. И офигеть, от меня прям пахнет барбекю. Я даже зубы почистил, но это не помогло. Я не знаю. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Илья Конан. Всем удачи и всем пока-пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok